Здравствуйте! Очередная посылка с Aliexpress и здесь довольно необычный для моего канала товар. Это графический планшет для рисования. Причем здесь целых две штуки, то есть можно даже сравнить качество между ними. Планшеты должны быть у нас не какие-то нонеймовые, а вот одного из суббрентов компании Xiaomi. По крайней мере так заявляет продавец. А как на самом деле, ну посмотрим. Так, ну для начала давайте оцениваем еще качество упаковки. Да, кстати забыл сказать, брал я их не себе, брал я их на подарки, поэтому для меня, например, очень-очень важное значение имеет в данном случае упаковка. Вот так вот упаковано в один слой теплоизоляции, да? По-моему это все-таки теплоизоляция изначально. Ну, один слой он скорее всего ничего не решает на самом деле и боюсь, что все помялось. Да, конечно упаковка не самая хорошая. Одна штука, вторая штука. Сразу большой минус продавцу. Упаковка пришла, я даже не знаю как сказать, слегка помятая, это не то слово. Упаковка пришла сильно поврежденной и, к сожалению, к сожалению, это правда. Да. Ну, надеюсь, товар хотя бы не пострадал. Но я уже недоволен. С другой стороны, есть приятные новости. Пломба. То есть, скорее всего, это никакой невозврат. Это у нас не было еще в продаже. Продукт должен быть абсолютно свежим. Опа. И больше ничего нету в упаковке. Упаковку убираем в сторону. В комплекте у нас сам планшет и стилус. Да? Все на такой вот пластиковой подложке. Подложка, кстати говоря, довольно плотная. То есть, она неплохо должна защищать содержимое. Есть инструкции, я так понимаю, да? Ну, вроде как, действительно, компания Xiaomi. Я, по-моему, даже кверх ногами держу. Но в случае с иероглифом, в случае с китайским языком, я даже не знаю, где тут вверх, где тут вниз. Да. Все на китайском. То есть, это, в принципе, это совершенно ненужная макулатура. Товар, похоже, исключительно для внутреннего рынка. Тут у нас во время путешествия появился рисунок. Давайте попытаемся его стереть. По идее... Да. Все стирается. Все стирается. Сейчас видны мои... Мой свет сверху, да? Вот такой вот он. Ну, конечно, отблескивать будет. Тут... Она такая полуматовая поверхность. Ну, надеюсь... Надеюсь, это не помешает более подробно рассмотреть товар. Давайте посмотрим сразу второй экземпляр. А то я как-то не уверен, что он не повредил... Что он дошел без повреждения. Та же самая комплектация. Стилус и самый... Сам планшет. Да. Все работает. Данные планшеты существуют в нескольких модификациях. Различаются они, главным образом, диагональю. То есть, есть поменьше, есть побольше. Конкретно я прикупил модель, которая у них идет как 10 дюймов. 10 дюймов. За питание у нас отвечает всего одна батарейка. Это у нас батарейка Focus. CR-2025. Как видите, она идет прямо в комплекте. Что, конечно, радует. А вот то, что огорчает, это то, что здесь... Ладно вставлять. Вставлять проблемы нет. А вот достать батарейку... Конечно, это еще... То занятие. Пока доставал чуть ли палец... Извиняюсь, не палец, конечно. Чуть ли ноготь и не сломал. Ну что, давайте по старой привычке прибежимся по основным характеристикам данного изделия. Начнем с того, что меня позабавило. Это вес. Несмотря на свои такие, ну, вполне внушительные, казалось бы, размеры, данное изделие весит всего 188 грамм. 188 грамм. При этом, сами размеры, внешние габариты изделия следующие. Давайте, чтобы не отсвечивало, поверну другой стороной. Высота у нас получается 244 миллиметра. 244 миллиметра. По ширине у нас 172 миллиметра. 172 миллиметра. Ну а толщина здесь всего примерно 7 миллиметров. 7 миллиметров. При этом, это толщина с учетом толстых бортиков. Да, здесь у нас по краям толстый бортик пластиковый. А если его не учитывать, то получится, наверное, меньше 5 миллиметров толщина данного планшета. Ну и, естественно, чудес не бывает. При таких габаритах и такой толщине он собран хорошо. И, казалось бы, он не люфтит. То есть, ничего не похрустывает, не расходится. Но, если чуть посильнее надавить, то он гнется. Он гнется. Да, пластик плюс такая незначительная толщина и планшет можно просто погнуть винтом. Да, я даже не знаю, как на это реагировать. Но, честно, немножко напрягает. Хотя, с другой стороны, возможно, это спасет его от смерти при падении. Да, возможно. Но не факт. Что касается размеров экрана. Да, у нас до этого были внешние размеры самого планшета. А теперь коснемся размеров экрана. Тут все очень просто. По ширине у нас получается 15 сантиметров, а по высоте 20 сантиметров. То есть, 15 на 20. Ну, небольшой экран, но есть модели с более крупным экраном. Тут кому что надо. Кому что будет более интересно и по деньгам выгодно. Дальше. Что касается того, как с ним работать. Тут, в принципе, все предельно просто. Я извиняюсь за свой фокус, но здесь ничего не поделаешь. Сам планшет сильно отсвечивает и фокусироваться на нем камера не хочет. В комплекте у нас идет стилус. С помощью стилуса можно рисовать. Можно рисовать и без стилуса пальцем. Но тогда на планшете останутся жирные следы. Поэтому лучше, конечно, использовать стилус. Интересная особенность данного планшета. Ну, в принципе, многих современных планшетов заключается в том, что в зависимости от силы нажима стилуса, линии получаются разной толщины. То есть, если нажимать легонечко, тонкая линия, а если нажать сильнее, толстая линия. Причем эти линии по мере рисования тоже могут изменять толщину. Такая, получается, полная имитация рисунка карандашом. Как по мне, это очень интересная идея. И реализации не подвела, кстати. Цвет карандаша у нас получается... Даже не знаю, как это назвать. Ну, такой светло-светло-зеленый, по-моему. Да, все-таки? Но это точно не белый цвет. Это такой светло-светло-зеленый. Стирается все простым нажатием единственной кнопки. Здесь, конечно, белое на белом плохо видно, но тем не менее. Нажимаем, стираем. Прошу прощения, внезапно закончился аккумулятор. Пришлось заряжать его. Продолжим. Помимо всего прочего, в этом планшете есть довольно занятная функция. Это функция блокировки изображения. Здесь сбоку присутствует такой переключатель с замочками. Да, сейчас хорошо это видно. Как он работает? Рисуем любую фигуру или запись делаем. Теперь, если после рисования мы нажимаем кнопку «Стереть» на планшете, все стирается. А теперь повторяем. Рисуем. Переключаем ползунок в положение «Заблокировать» и пытаемся стереть. Ну и, как видите, кнопка «Стереть» просто не работает. Возвращаем ползунок в первоначальное положение. Кнопка «Стереть» снова заработала. В принципе, подобная функция может быть полезна, особенно для тех, кто собирается делать заметки. То есть, делал заметку, заблокировал свою запись, и уже никто из хулиганских соображений ее не стерет. Ну, конечно, кроме тех, кто знает, как работает эта функция. Дальше. Еще одно последнее замечание – это насчет стилуса. А стилус, к сожалению, оказался у нас не из полного куска пластика. Он составной, и в теории его можно сломать. Дети – народ изобретательный. Кстати, здесь на стилусе даже присутствует логотип «Ми». Фокус. Ну да, видно. И в теории его, в принципе, можно сломать, особенно если отдать его детям на растерзание. Но у этого стилуса есть интересная функция. Помимо того, что он используется для рисования. Дело в том, что его можно закрепить на планшете с помощью встроенного магнитика. Опа. Обычно на подобных планшетах стилус крепится в какой-то паз на планшете, да? И за счет этого удерживается в планшете и не теряется. А здесь разработчики пошли другим путем. Фокус. Ладно. Здесь разработчики пошли другим путем и встроили магнит внутрь стилуса. Фокус. То есть здесь внутри стилуса присутствует магнитик, с помощью которого, кстати говоря, можно закрепить стилус не только на планшете, но и на любом другом металлическом предмете. Не знаю, мой... Да, все нормально. Появился фокус. На этом, пожалуй, все, что хотел сказать. В принципе, как подарок детям, по-моему, штука интересная. Насчет того, чтобы использовать его для заметок, ну, возможно, да, но мне, честно говоря, не нравится белый цвет. Был бы серый или черный, возможно, я бы себе такой прикупил. И да, для использования его для заметок тут отсутствует какая-либо система крепления, да? В принципе, если только что-то самому колхозить. Но это будет не всегда красиво. На этом, пожалуй, все. Если есть вопросы, постараюсь ответить. Ссылки под видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok